Слово Марии Николаевне Пасаковой, пожалуйста. Спасибо, Александр Алексеевич. Но несмотря на то, что мне сложно критиковать человека, родившегося 22 апреля, я бы хотела высказать, все-таки прокомментировать свои замечания и по форме, и по содержанию вопроса. Ну, во-первых, что касается формы. К сожалению, как у нас обычно бывает, мы с того конца мы начали. Вот как мне представляется, все-таки главный функционал, ну и, скажем так, замысел создания института уполномоченных представителей, это все-таки быть представителем той, скажем так, общности или той категории, интересы которой этот человек должен представлять. Мы знаем, что при первом рассмотрении кандидатуры Андрея Геннадьевича по субъективным, объективным причинам данной поддержки от бизнеса общества он не получил. Понятно, что у нас по принципу нравится-не нравится терпимая красавица сейчас будут работать с тем материалом, который есть, что называется, но я бы, конечно, на месте Виктора Петровича задумалась о том, о кого ему советуют уполномоченные. Коллеги, вот вы посмотрите, уже второй уполномоченный, и мы с большим, ну скажем так, сопротивлением принимаем эти кандидатуры. Будь то уполномоченный по правам ребенка, и сейчас по Андрею Геннадьевичу в том числе есть вопросы у бизнес-сообщества. Но неужели у нас так тяжело и плохо с кадрами? Андрей Геннадьевич, у меня к вам вопрос. А как же ваши избиратели? Ведь вы сейчас оставляете округ без депутата. Вам ваши избиратели оказали доверие, избрав вас по одномандатному округу. Сейчас до выборы уже проходить не будут, так как осталось меньше года. Вы же людей просто бросили, вы не оправдали их надежды и доверия. Я считаю, это несправедливо по отношению к ним. Кроме того, что касается профессиональных, теперь вернемся к содержанию. Что касается профессиональных качеств. Я считаю, что Андрей Геннадьевич это как раз тот человек, который всегда руководствуется интересами своего работодателя. Вот в данном случае для меня ярким примером является, ну как иллюстрация отсутствия принципиальности в вопросе, решение по поводу снятия руководителя фракции. Андрей Геннадьевич очень активно комментировал легитимность данного решения во всех средствах массовой информации. Но спустя некоторое время, когда данное решение было признано незаконным, почему-то никоим образом не продемонстрировал, скажем так, сожаление по поводу того, что им была допущена ошибка. Поэтому, Андрей Геннадьевич, при всем, скажем так, уважении к поддержке со стороны вашего вышестоящего, скажем так, руководителя Титова, я все-таки считаю, что главное, на что вы должны опираться, это все-таки доверие и поддержка представителей бизнес-сообщества. Потому что бизнесу, ну я считаю, бизнесу у нас в Алтайском крае так тяжело, а вы сейчас еще решили добить его назначение Мосипова. Мы не можем поддержать его кандидатуру. Спасибо. Спасибо.